Жители муниципалитета, попавшие в трудные жизненные ситуации, раз в месяц в рамках региональной недели могут обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову, записавшись к нему на прием. Бывший сотрудник Видновской противопожарной службы с выслугой более 20 лет Александр Иванов попросил посодействовать в вопросе улучшения жилищных условий. Я имею право на получение жилья в соответствии с федеральным законом 342 от 8 декабря 2010 года, который обязывает органы местного самоуправления предоставлять жилье в соответствии с статьей 3 при выслуге 10 лет и более, которые состояли на учете на улучшение своих жилищных условий. Однако проблема состоит в том, что в очереди на жилье Александр не состоял. Структура, в которой он работал, по каким-то причинам не поставила его на учет. Вячеслав Фетисов предложил Александру Николаевичу обратиться в суд, а со своей стороны пообещал сделать депутатский запрос на имя министра МЧС. Реагировать они обязаны нам по-любому. Министр МЧС нам напишет на самом деле, почему это произошло. Администрация поможет вам сформировать судебное дело и поддержит вас во время судебного заседания. Другая, обратившаяся за помощью жительница 12-го дома по Петровскому проезду Валентина Волченко. Ее интересовала возможность изменения муниципального маршрута автобуса номер 7, а также качество ремонта, сделанного в подъезде ее дома в 2017 году. Прошел кофе, вот вам все на 4-го подъезда. Благодаря тому, что Вячеслав Фетисов традиционно проводит прием вместе с представителями муниципальной власти, некоторые вопросы можно решить очень быстро. Сегодня после 14.00, пожалуйста, будьте дома, приедут представители, еще раз покажете им то, что там есть, и мы обязательно вам поможем. Также с жилищным вопросом обратилась семья Крыловых. В квартире по договору соцнайма проживают по факту 8 человек. Жить в таких условиях тяжело, но решение, наконец, было найдено. В данной ситуации, с учетом того, что очень подходит, а если вам два разных желудочных помещения предлагают, вы на этом будете согласны? Например, там две однокомых квартиры? Я думаю, да. Да? Да? Давайте на этом остановимся. Понять каждую человеческую проблему и пропустить ее через себя нелегко. Но в этом и есть работа депутата, считает Вячеслав Фетисов. Стараюсь не вникнуть в историю, понять, как им можно помочь. Вот что-то получается. Мы говорим, здесь иногда и коллизия законодательная. Есть много вопросов, связанных с несовершенством этого законодательства или с тем, что люди просто сами в свое время упустили свои возможности и сегодня, в общем, попали в топиковую ситуацию. По словам Вячеслава Александровича, безвыходных ситуаций не бывает. Нужно просто начать действовать.